Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия. Говори!» С вами Николай Пастухов и Алексей Коломитцев, пастор Церкви Слов Благодати. Алексей Алексеевич, нам пишут родители, которые искренне переживают за судьбу своих детей, спрашивают, как уберечь подростка от ошибок. Очень глубокий вопрос, который связан со многой болью, с переживаниями многих и многих людей. И действительно найти на него точный ответ чрезвычайно важно. Я думаю, что у этого ответа на этот вопрос есть два уровня. Первый уровень заключается в общем контексте, в котором мы можем помогать подросткам. Что я имею в виду? Когда мы говорим о формировании человека, то, как он сформирован, в огромной степени влияет на то, как он будет принимать решения. А это значит, насколько его решения будут точными, более точными или менее точными, или ошибочными, или же даже трагичными. Когда Бог дает ребенка в семью, Бог его посылает не подросткам сразу, чаще всего, за исключением адаптированных детей, то есть усыновленных, удочеренных. То есть ребеночек рождается маленьким. Это неспроста, это происходит по причине того, что Бог дает родителям шанс установить правильный контекст, в котором у ребенка формируется навык принятия решений. Это не говорит о том, что это гарантирует то, что ребенок будет по мере того, как растет, все решения будут принимать правильные. Тем не менее, это играет колоссальную роль. В книге «Второзаконие» в шестой главе мы видим достаточно подробное описание, что нужно делать родителям для того, чтобы быть эффективными в достижении этой цели. Есть так называемая «Великая Шема» израильско-еврейская «Шема», «Шема Израэл» или «Слушай Израэль». Дальше приводятся четыре ступени очень важных, которые касаются воспитания детей. Самое первое – Господь Бог твой, Господь един есть. То есть самое первое, что нужно, чтобы помочь ребенку принимать правильные решения, это вам лично, родителям, признавать, что Бог действительно все во всем. Второе, о чем говорит здесь Писание, говорит «И люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою и всеми силами твоей». То есть это не только признавайте Бога, Владыкой Вселенной, но и любите Его, бойтесь Его, относитесь к Нему искренне, с пониманием того, что Он благ, Он добр, с готовностью служить. То есть это устанавливает контекст, в котором растет ребенок. Есть третий, не менее важный пункт. Здесь сказано «И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твое». То есть если человек признает, что Бог действительно владыка всего, то это будет оказывать влияние на то, как Он живет. Если он любит Бога всем сердцем и старается любить Его или расти в этой любви, это еще одна грань контекста. Третье, если он всерьез относится к тому, что Бог говорит. Это помогает ребенку понять, что есть Тот, Кто управляет всем, Кто открыл истину. Это помогает ребенку понять, с молоком матери впитать, то, что решения, которые я принимаю, они должны гармонировать с тем, что говорит Бог. И вот после этого мы видим четвертую, очень важную ступень. Здесь сказано «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, иди дорогу, и ложась и вставай». Очень часто родители, к великому сожалению, они пользуются только четвертой ступенью. То есть они пытаются внушать детям то, что правильно. И это само по себе неплохо, когда мы говорим детям, вот так поступай, а так не поступай. Но, к сожалению, многие делают это, проигнорировав первые три ступени. То есть общий контекст говорит ребенку совершенно обратно. Общий контекст говорит о том, что родители живут так, как будто Бога нет, или же он не играет значительную роль во вселенной. Или же, когда они говорят о Боге, то они совершенно не проявляют к нему любви, для них он что-то второстепенное в жизни. Он не является объектом их восхищения, он не является целью их жизни. Они без него функционируют вполне нормально. Или же Слово Божие, то есть истина Священного Писания, которая открыта, она игнорируется родителями. Они не читают Библию, мало ценят Библию. Они мало подчиняют свою жизнь Священному Писанию. То есть все это кричит детям, показывая им направление в одну сторону, а вот потом родительские наставления или нотации, которые родители читают, или внушения, они показывают путь совершенно в другую сторону. В этой точке, конечно же, очень трудно уберечь ребенка от ошибок. Поэтому самое главное, позаботьтесь о том, чтобы ваш месседж или ваше послание вашему ребенку было целостным, последовательным. Это первое. Второе. Внимательно найдите понимание его души. Если первое на месте, то тогда мы подходим к очень важной точке, когда ребенок подходит к периоду подростковости. У него очень много insecurity по-английски, или же ощущение своей ущербности, неуверенности. И поэтому в этот период ребенок по-особенному чувствителен, он по-особенному восприимчив, и здесь родителям нужно первую задачу поставить в том, чтобы построить мостик доверия между собой и ребенком, чтобы вы могли точно понимать его ситуацию, его переживания или ее какие-то трудности, через которые она проходит. И тогда вовремя и точно приносить ему или ей Божие Слово, которое поможет сформировать правильное отношение к явлениям, которые и помогут избежать ошибок. Помоги Господь вам в этом. Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия на нашем сайте слово.org. И, конечно, присылайте нам ваши вопросы по адресу radio.atslova.org. Благослови вас Бог.